Ежегодно проводятся социологические исследования этнической толерантности среди населения Камчатского края. В целом этот показатель по Камчатскому краю максимально благоприятный. 75% упрошенных граждан положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Жители Камчатского края с каждым годом все более активно принимают участие во всероссийском этнографическом диктанте. Проводятся муниципальные школьные мероприятия об истории, культуре, обычаях народов России, фестиваль «Все народы в гости к нам». «Моя федерация», «Дружба без границ» и так далее. Камчатская региональная общественная организация «Содружество» уже несколько лет проводит уроки добрососедства. Это хороший пример успешного взаимодействия с образовательными учреждениями, школьными коллективами, которые необходимо распространить на всю Камчатку. Мы сегодня об этом на секции будем говорить и показывать этот опыт. С участием молодежных и национальных организаций проводятся краевые акции «Молодежь против терроризма», «Дружба без границ». Издается журнал «Многоликая Камчатка». Кстати, в фойе несколько номеров журнала лежат. Я рекомендую настоятельно почитать, потому что внутри журнала, я считаю, эксклюзивные материалы о людях, об истории семей, которые живут на Камчатке, о национальной культуре, и причем это все те люди, которые живут у нас на Камчатке рядом с нами. Журнал достаточно очень интересный, и редактору этого журнала Вере Ступниковой огромное спасибо и коллективу. В целях сохранения поддержки культурно-языкового многообразия национально-культурного объединения проводится большое количество мероприятий. В частности, такие, как создание настольных игр, посвященных истории, культуре и венам, создание театра кукол, вовлечение детей и молодежи в изучение корякского языка, детские секции по ездовому спорту на захватчих упряжках и так далее. Проект реализуется не только в Краевом центре, но и Елизово, Быстинске, Карагинске и другие муниципальные районы. Большую работу проводят краевые учреждения культуры. В первую очередь, это Краевая научная библиотека Крашенинникова. На базе библиотеки уже много лет действуют классы по изучению национальных языков. Напомню, это и тельменский, и корякский, и польский, и армянский языки.